Археологи нашли в Казахстане погребение девушки в царском обличии. Археологи раскопали в Казахстане погребение девушки в царском обличии, которую захоронили в 5-6 веках нашей эры. Могила оказалась разграбленной, однако из нее извлекли немногочисленные золотые украшения, а череп погребенный. По мнению исследователей, девушка была иноземкой, принадлежавшей кочевой элите. На рубеже нашей эры в евразийских степях значительно меняется облик археологических культур, что связано с наступлением так называемого гунно-сарматского времени. В эпоху Великого Переселения Народов племена этих кочевых культур оказывали влияние на народы и государства от Китая до Испании, в том числе на Западную Римскую Империю. За последние годы археологи обнаружили целый ряд памятников этого времени, расположенных в северо-восточном Прикаспии. В первую очередь речь идет о полуострове Мангышлаг, Мангистау, где в 2010 году местный житель обнаружил в степи древние артефакты. В 2014 году археологи начали работы на месте случайных находок и нашли целый могильный комплекс первых шестов веков нашей эры, получивший название Алтенказган. Всего им удалось обнаружить здесь более 200 сооружений, группирующихся вокруг ритуальных комплексов диаметром до 25 метров. Кроме того, в каньоне Каракабак археологи нашли древнейшие городища, возле которого группами от 3 до 20 располагаются каменные сооружения рядом с кольцевидными выкладками, относящиеся к гунно-сарматскому времени. Андрей Астафьев из Мангистауского государственного историко-культурного заповедника и Евгений Богданов из Института археологии и этнографии раскопали погребение 11 могильника гуннского времени, расположенного около городища Каракабак. Погребальное сооружение представляет собой круговидную наброску из кусков известняка и кремния диаметром около 6 метров. Могила оказалась потревоженной грабителями. Так, в перекопке археологи нашли несколько человеческих костей, приослицы, а также золотую обводку деревянной поясной пряжки. В погребении находились останки девушки, которую похоронили в вытянутом на спине положении головой на север. В области ее несохранившегося черепа археологи нашли останки головного убора, которые включали 40 мелких бляшек, бляшки личины и золотую серегу. Мелкие бляшки, по всей видимости, изначально были нашиты на тонкую ткань в шахматном порядке. В области ног археологи обнаружили фрагменты двух обувных ремешков – золотые тисненные обкладки и пластинные наконечники. Рядом с костями голеней находилась половинка бронзового зеркала, росип бусин и пронизей, приослицы и наконечник дротика. Ученые пришли к выводу, что могила была потревожена с целью забрать череп девушки, так как золотые артефакты и остальные кости сохранились. В общей сложности в погребении находились 64 круглые золотые бляшки диаметром 12-14 мм, две малые личины с изображением человеческих лиц, а также одна большая личина диаметром 58 мм. Примечательно, что большая часть этих вещей была создана специально для погребального ритуала и не использовалась в быту. Ученые отметили, что признаками принадлежности к гуннскому времени выступают отсутствие в могиле заупокойной пищи, а также закопанный около наземной конструкции керамический сосуд. По мнению археологов, налобная повязка с украшениями представляла собой имитацию диадемы, то есть знака царского достоинства. Похожие повязки присутствуют на портретах римских и византийских императоров. Ученые предположили, что, возможно, в этой могиле находилась иноземка, поэтому ее костюм и инвертарь сильно отличаются от других погребений, раскопанных в этом могильнике. Они заключили, что эта представительница кочевой элиты была захоронена во второй половине 5-го начале 6-го века н.э. Субтитры создавал DimaTorzok